Всем привет! Вы на канале BataNIT и с вами Саня. Возможно, вы не знали, но на Navit не существовало YouTube-клиента. Точнее, он как бы был, но лишь открывал вот эту главную страницу в стандартном браузере. Но в начале марта ситуация изменилась. На Vita вышел полноценный YouTube-клиент. В этом видео мы его установим, рассмотрим функционал, ну и некоторые подводные камни. Что ж, давайте приступим. Перед вами источник проекта, приложение носит название CBPS Tube. У нас есть поддержка всех функций YouTube и поддержка 720p для PlayStation TV. Только не ясно, в каком разрешении YouTube будет смотреться на самой Vita. На ней максималка 540p. Надеюсь, верхняя граница будет не 480p, а все-таки 720p. Также на этой страничке можно ознакомиться с багами и их решением, узнать, как закрыть рекламу, ознакомиться с управлением и скачать само приложение. Советую все это прочитать на полу. И еще один важный момент. Вы можете авторизовать свой аккаунт, но он не будет сохранен, пока вы не установите плагин CapUnlocker. Без этого плагина вам придется повторно входить в систему, каждый раз при запуске приложения. То есть вводить свои данные YouTube аккаунта. Плагин можно скачать на GitHub. Собственно, нам нужен вот этот файлик. Просто кликаем на него и начнется загрузка. Лично я не буду его устанавливать, но, однако, покажу вам, как это делается. Дело в том, что я не хочу вводить данные своего аккаунта на Vita. Vita будет для меня запасным вариантом для YouTube. Поэтому мне будет проще вбить в поиск интересующие меня каналы. Благо, я их помню наизусть. Что до самого плагина, он позволяет монтировать виртуальные диски, разблокирует четвертое ядро в приложениях и разрешает использовать функции виртуальной машины. Плагин и приложение у меня уже скачаны. Заходим в VitaShell. По умолчанию на ПК открывается папка UX0. В моем случае это SD2Vita. Роутер для FTP соединения может быть не всегда, а вот USB есть у всех. Поэтому оставлю именно этот параметр. Подсоединяем USB кабель. Нажимаем Select и консоль подключается к ПК по USB, как обычная флешка. Теперь переходим на ПК. Появился съемный диск. Это наша Vita. Заходим в нее. Теперь просто берем наши файлы и копируем их на Vita. Это можно сделать в любое место, но я скинул их в корень флешки. Ссылку на MailDisk с этими файлами вы найдете в описании. Все, с ПК мы закончили. Выходим из USB соединения и отключаем USB кабель. Из-за того, что у меня стоит SD2Vita, все плагины хранятся в папке UR0. Находим наш плагин. Нажимаем треугольник. Выбираем копировать. Переходим в UR0. Заходим в папку TAI. Жмем треугольник и выбираем вставить. Все, плагин скопировался. Теперь открываем файл config. Доходим до строчки kernel. Нажимаем вправо. Появляется новая строчка. Переходим на нее и жмем крестик. Далее надо ввести путь к плагину. Если у вас нет SD2Vita, то путь будет UX0, а не UR0. Соответственно и плагин вам надо будет копировать туда, то есть в UX0. Жмем нолик. Видим, что строчка появилась. Еще раз жмем нолик и теперь соглашаемся сохранить изменения. Я этого делать не буду, потому что не хочу устанавливать этот плагин. Однако вам, после согласия на внесение изменений, нужно будет выйти в главное меню и обязательно перезагрузить консоль. Только тогда изменения вступят в силу. Потом включайте Vitu, активируйте хэнкор и плагин будет работать. Заходим в папку UX0. Спускаемся в самый низ. Находим наш WPK файл и устанавливаем его. Если у вас выдаст ошибку, то поставьте на строках хэнкорку галочку «Включить небезопасное приложение». После установки выходим в главное меню и находим новый пузырь. А вот и всеми любимое приложение YouTube. До этого момента я его не открывал, так что это будет первый запуск. Приложение ну очень неторопливое. 17 секунд ушло только на то, чтобы увидеть главную страницу. И интернет у меня быстрый, дело точно не в нем. В первую очередь посмотрим вход в аккаунт. Мышкой очень неудобно управлять. У нее скорость скачет прямо во время движения. Кнопочка «Войти» имеется. В настройках ничего интересного нет. Без входа можно только включить безопасный режим или выбрать страну. Возвращаемся на главную страницу. После нажатия на треугольник справа появляется вот такое меню. Вообще эта версия напоминает мне сборку из браузерной версии YouTube на Виту и старой версии приложения под Android. Сейчас покажу вам топовый канал. Прямо всем советую на него подписаться. Вбиваем название канала в поиски. На захвате экрана клавиатура не записывается, но в реальности появляется стандартная витовская клавиатура. Очевидно, что я буду показывать на примере видео с моего канала. Не буду ускорять некоторые моменты, чтобы вы почувствовали, как неторопливо приложение и сколько тут лагов. Запустим мое крайнее видео на момент съемки этого ролика. Приложение снова неторопливо загружается. Ждем начало. Происходит автоматический переход в полноэкранный режим. Следом идет рекламный ролик. Я ничего не нажимаю. Все эти развороты происходят автоматически. Наконец-то дождался начала видео. Пауза работает. Качество картинки, конечно, очень низкое. Перемотка работает. Можно прямо пальцем двигать эту зеленую полоску. Если нажать вправо, то идет перемотка вперед. Потому что это проигрыватель для видео. И ролик открывается как фильм. Ну или как клип. Нажатием кружочка можно выйти из полноэкранного режима. Справа находим вот такую шестереночку. После нажатия на нее появляется вот такое окошко. Тут можно изменить разрешение ролика. Собственно, да. Максимально доступное разрешение 720p. А больше на Vite и не нужно. Выбираем его и сохраняем изменения. Снова жмем воспроизвести. Консоль не поддерживает воспроизведение в этом маленьком окне. Оно автоматически выкидывает в полноэкранный режим. Зато теперь качество картинки стало значительно выше. Картинка четкая. На видео разница не сильно заметна. А вот вживую качество выросло довольно сильно. Ничего не тормозит. Воспроизведение работает хорошо. Чего не сказать о самом приложении. В общем, с проигрывателем и качеством разобрались. Интересно, есть ли возможность прочитать комментарии? Что-то я сомневаюсь. Но мало ли. Комментарии загрузились. Но увидеть возможно только малую часть. Тут есть баг. Можно вечно ввести вправо. Ну, в общем, сами все видите. Оставлю это без комментариев. Кстати, шестеренка на ролике может не появиться. Тогда надо нажимать на эти три точки. Тут доступна опция настройки воспроизведения. Нажимаем на нее. И ничего не происходит. Но пока приложение висит, закрою хотя бы комментарий. О, открылись настройки воспроизведения. В общем, тут тоже можно выбрать качество и поставить 720p. В общем, у меня смешанные чувства по поводу этого приложения. С одной стороны, это лучше, чем браузерная версия. С другой, глючность и тормознутость этого приложения вообще ставят под сомнение его юзабельность. Я бы стал его использовать только если мне нужно было бы сэкономить заряд смартфона. Ну или в том случае, если он уже разрядился. Но как обычно, каждый сам решает, чем ему пользоваться. На этом мое видео подходит к концу. Вот мой инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю там на сообщения. Если есть желание поддержать канал донатом, то все ссылки вы найдете в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.